уважаемые любители моих небольших роликов и фотографических книг сегодня речь пойдет художественной фотографии произошло очень приятно интересное событие которого я ждал с 1998 года когда заначал вот эту бутылочку шампанского для того чтобы выпить когда мои предсказания сбудутся ну прошло как вы видите 23 года и они сбылись что же это за предсказание я о них говорил в книжках то есть даже печатно зарегистрированные слова в котором я объяснял что цифровизация вот эта которая пришла фотографию она конечно крайне важно потому что во первых это спасло до известной степени фотографическую промышленность конечно кто-то пострадал как фирма кодек там производящий пленку но с другой стороны это как бы разделила всю историю фотографии до и после аналоговая цифровая это хорошо потому что очень многие люди им не нужно увлекать увлекаться этой фотографии осваивать сложные достаточно технологические процессы по проявке пленки печати хотя уже лаборатории было много но все-таки это достаточно лакит на большинству надо просто нажать и все для этого и смартфона достаточно и цифровой камеры если уж там особенно придирчивые люди но тем не менее это все-таки бытовая съемка и бытовая фотография должна быть простой и эту роль цифра выполняет замечательно более того когда появились такие совершенные машины как хасельблат 907 и высоко разрешающие матрицы с очень большой широтой о чем они однократно говорил этой в профессиональной области стало удобно потому что тяжелая жизнь репортеров которые обладают многие высоким талантом и образованием и умением работать но он они к сожалению вынуждены зарабатывать деньги тем что делают репортаж зачастую людям которые испытывают острую неприязнь но тем не менее работа есть работа и для них быстро отправить своему редактору отснятый материал и быстро поместить в электронные средства массовой информации это просто жизнь они может быть и хотели бы заниматься художественной фотографии и все есть и таланты опыт и знания да за это денег то не платят поэтому это остается уделом очень немногих людей которые могут себе это позволить ну хотя бы даже с 9907 хасельблат но произошло приятное событие которую основой которого являлся мой старый спор с одним суть очень опытным инженером и оптиком далеком девяносто восьмом году значит речь о чем шла речь о том шла что под французский коньяк с воплями о том что пленочная фотография закончилась навсегда значит был произведен такой спор к сожалению не было заклада о чем я жалею конечно что никогда больше цифровые особенно дорогие камеры не смогут конкурировать с пленкой потому что они являются абсолютным победителем всего тогда напомню полтора мегапикселя это был неплохая камера а сейчас это ну сами понимаете уже 50 100 мегапикселей нормально то есть пленка в глазах инженера была похоронена и он говорил о том что спор в нашел о том что никогда больше не будут выпускать дорогие пленочные фотографии которые смогут конкурировать на рынке с цифровыми технологиями которые действительно очень быстро развиваются я говорил о том что смотрите пройдет время люди поймут что да там широта будет больше чем у пленки об этом говорил разрешение будет сравнимо с пленкой тоже об этом говорил но эмульсия дает те преимущества которые не дает никакая цифра на толстая и на каждые цветовой канал там к сожалению пока приходится как минимум восемь раз больше градации цвета до широта поуже из-за того что это химический процесс но свои преимущества есть и настоящие фотохудожники все равно спустя какое-то время вернуться в эту область а вслед за ними и производители фототехники казалось что этого никогда не произойдет но вот сегодня можно выпить бокал за ночного шампанского поскольку это произошло ко мне в руки попала камера полностью пленочная это лейка м а она не то что новое но просто у меня в руках ее не было так что за новую пленочную камеру двадцать первого века это действительно полностью пленочная камера здесь нет ни одной батарейки на радость мне даже нет экспонометра даже не электронный затвор это чистая механика то есть это по сути дела такая улучшенная сильно доведенная до совершенства копия камеры лейка м3 1954 года выпуска это действительно так если даже не смотреть в интернета посмотреть оригинальные каталоги фирмы лейц за те годы это действительно совершенная камера ну практически один в один вот такая то есть это дата 58 год когда у него был совершенствован дальномер и кое-что еще более того в каталогах 78 года лейцевских в них тоже есть много информации в том числе об этой модели она потом выпускалась в сильно измененном виде но тем не менее очень близким поскольку там есть появились электронные компоненты под названием лейка м42 я снимал и лейкой м3 и м42 и конечно производила впечатление очень сильно ну тут что же говорить послушайте музыку личного затвора достаточно один раз щелкнуть чтобы понять о чем идет речь это экспозиция у меня в данном случае одна пятнадцатая секунда так что камера выпущена камера 21 века механическая которая пригодна для творческой работы то есть это досад достаточно серьезный инструмент учитывая сегодняшнюю нашу пленку в чем есть все варианты есть и ретро варианты есть и цветная и негативная и слайдовая пленка самые разные я вот предпочитаю там снимать на fuji 400 или там на ектар на соточку но это киношная пленка которая широко используется в кинематографии что позволяет получать райское наслаждение от этой камеры конечно я не могу не радоваться поскольку коммерческий смысл в этом тоже есть современные продажи старых лейкам ты показывают что в битом виде вы можете купить там за 2000 удобных енотов а в хам очень хорошим состоянием за 8 напомню что на аукционе девятого года за леечку м3 было заплачено около 70 тысяч удобных единиц поэтому на коллекционеры конечно пришли в восторг но наслаждение получают не коллекционеры а настоящие любители художественной фотографии у которых появился вполне полноценный инструмент на который можно сажать уникальные объективы которые являются шедеврами оптической мысли и никаких пластмассовых компонентов там наклеенных бог знает каким способом там нет это настоящая оптика и вот у меня есть стоит а сферический элементами сумме крон 35 миллиметров с начальной диафрагмой 2 это объектив вызывает бурный восторг почему потому что такие градации оттенки которые он производит это конечно добиться другим способом архи сложно даже крупноформатной цифровой камеры который представляет собой вершину я считаю художественной фотографии это хасельблат 907 мне в крайнем случае лучше ничего не попадалось поэтому если вы продолжаете испытывать нежные чувства или реверс такого старческого маразма направленного на пленочные камеры вы можете обзавестись таким изделием поставить объективы кстати говоря через переходник ставится все советские объективы от фэда и зоркова что тоже очень интересно и пойти на пленэр который скоро начнется становится все теплее и теплее если у вас фотографической сумки будет лежать хасельблат 907 как торжество цифровой техники современной и пленочная камера 21 века лейка м а вы получите настоящее наслаждение от того как уходит между пальцев ваша жизнь советую попробовать это интересно поскольку после вас обычно остаются только материализованные мысли а те которые вы продумали и забыли они исчезают навсегда удачи вам фотографических опытах и освоению всяких приятных предметов до свидания а и и и Субтитры создавал DimaTorzok